Ксения Купер и ее проекта «Всвет», которая в фильме использовала как раз-таки один из самых характерных образов якутской культуры – это традиционная «Канавязь сербе». Вот вы видите старинные настоящие сербе в музейной экспозиции. Что такое сербе? Это «Канавязь». Фильм очень вещь довольно утилитарная, их действительно устанавливали перед каждым домом. Обычно это около трех ступок. Потому что три – это вообще такое сакральное число. Они такие, знаете, вне себе, в человеческий рост, есть ли что-то такое антропоморфное. У них у каждого свое название. Центрально называли то и он сербе, то есть господин «Канавязь». К нему, конечно же, привязывали либо хозяина, либо кто-то из почетных гостей. Остальные там уже вижу по иерархии. Но суть в том, что сербе – это не просто такая утилитарная вещь, которую привязывают лошади. Конечно же, отчасти это связано с культом коня у якутов. Потому что вся, так сказать, жизнь якутская, она гордилась вокруг изначального скотоводства. Причем основным животным было, конечно же, лошадь. Вот так вот выглядела усадьба, так сказать, дом якута в 1903 году. Вы можете видеть и маленькую онканавязь сербе, то есть в таком некотором расстоянии перед домом. Вообще, как вы понимаете, строительство дома – это вещь вообще-то ответственная. Особенно у человека, который живет традиционным мифологическим сознанием, то есть это как основание мира, то есть это снова строение мира. Поэтому и якутский эпос «Аланхо» всегда начинается именно с сотворения мира. Мы начинаем прямо сразу всегда, что вот в начале времен там какой-то мировой океан, в котором плавают железные рыбы, на которых наконец-то начинает разворачиваться земная дверь восьмикрайне, восьми ободах, изначальная мать-земля. И вот в центре этой земли вырастает мировое древо, которое связует три мира, так сказать, в одно. Вообще, по представлениям якутов, вселенная была слоистая, то есть средний мир, в котором мы все грешные обитаем, подземный мир, где ничего хорошего, живут злые духи и куда попадают души мертвых людей после смерти, и верхний мир, который, кстати говоря, тоже слоистый. Там несколько слоев, ярусов, и там обитают добрые божества, но и злые духи тоже. И вот как раз-таки вот это вот мировое древо, оно соединяет все эти три мира, его корни спускаются в подземный мир, оно в середине находится в нашем мире, а верхушка становится канавязью у верховного божества, у Юрюнг-Аи-Тайона, вокруг которой боги проводят, ну они проводят ее в бесконечных пирах, то есть они бьют кумыс, сидя вокруг вот этого канавязи. Ну вот, собственно говоря, и традиция, это живая по всю пору, так сказать, якутов сейчас хлебом не корми, да и куда-нибудь СРГ поставить, то есть обязательно и на даче перед домом, и в городе где-нибудь прикопать, и прочее, прочее. А, более того, на самом деле, вот эти вот такие СРГ, вот это вот то, что мы видим, это основа старинного летнего жилища якутов у росы, так называемой. Вот сверху там вот устанавливались длинные жерди, а потом все сверху обшивалось каркасом из бересты. А вот зимнее жилище, выглядит якутов так, это значит такое деревянное, называется балаган, деревянное такое строение, трапециевидное, стены находятся под небольшим углом относительно друг друга, и снаружи все обмазано глиной с навозом, так сказать, для тепла. На крыше еще часто дерн положен, и трава растет. Вот, так сказать, многочисленное семейство возле этого. А вот основа, так сказать, хозяйства якутского, это все начало века 20-го фотографии. Чем замечательная якутская лошадь? Якутская лошадь замечательна тем, что, в принципе, в человеке не нуждается и может жить сама по себе. Они выдерживают температуру до минус 60 на вольном эпосе, и при этом они еще, бедняги, сами себе добывают корм, то есть они, по-якутски, ну, то есть вообще, называется, дебюнюют. То есть они разрывают своими копытами снег и добывают сено из-под снега. Причем, если снег глубокий, то они, бедняги, меняются. Впереди сначала там идет вожак, потом, когда он устает, его сменяет другая лошадь, они вот так друг за другом идут, разгребают этот самый снег. Ну, конечно же, их стараются подкормливать по мере возможности, но не всегда это получается. А вот вторая, так сказать, опора якутского хозяйства, это якутские коровы. Они вот такие маленькие, мохнатенькие, у них даже вымя покрыто шерстью по понятным причинам. Они тоже достаточно морозоустойчивы, но, к сожалению, сейчас они практически исчезли, потому что в 20 веке, в советское время, пришли к неутешительному выводу, что они дуют очень мало молока, и все прочие их ценные качества, поэтому не стали учитываться. Их всех практически буквально, либо происходило поглотительное скрещивание с пришлыми породами, либо их вообще под нож пускали. Но, слава богу, в далеких улусах таки сохранилось небольшое поголовье, и сейчас пытаются возродить эту породу. Оказалось, что среди прочих интересных качеств у нее почти иммунитет к сибирской язве, что очень ценно по нынешним временам. И, кстати говоря, с приходом русских якуты стали очень активно осваивать пашню, то есть пахали землю и тоже стали пытались что-то там в Якутии выращивать с переменным успехом пшеницу и так далее. Вот якута на пашне, например. С чем это связано? Это связано с тем, ребята, что, как вы понимаете, в общем, вот космос, так сказать, якута, в котором мы пришли жить. В принципе, все исследователи понимают, что изначально мифология якутов, это, конечно же, мифология скотоводов, кочевников Великой Степи, восходящая туда почитанию неба и так далее. Но жить якутам приходится вот среди вот такого бесконечного практически океана тайги. И главным спутником якутов всю жизнь был голод и холод. Голод и холод. И поэтому каждый год якуты были вынуждены заготавливать сосновую заболонь. Это вот слой древесины, более нежный, который находится под корой непосредственно, нарастающий. Заготавливали ее, так сказать, не от хорошей жизни. Ее перемалывали в что-то наподобие муки и добавляли это либо в супы в качестве такой болтушки, либо, в общем, такой вот дополнительный, так сказать, источник питания. И настолько дело это было серьезно, что первые исследователи, встретившиеся с якутами, даже называли их дандрофагами, то есть поедателями древесины. Более того, да, вот этот якутский балаган видит изнутри у него. Основное центральное сакральное место, так сказать, домашний очаг. И вот я даже могу сказать такую историю, что, например, Роберт Карлович Маак, один из исследователей Севера, географ, в числе экспедиции отправленных русским географическим обществом, они исследовали карктические районы Якутии как-то раз и припозднились. У них был с собой проводник Дунгус, и вот они припозднились, они должны были вернуться где-то в сентябре или в начале октября, до установления холодов. Они попали в конец уже октября, чуть ли не ноябрь, уже суровые морозы, они страшно голодали и мёрзли, шли по этой самой тундре. И вот, наконец-то, появилась вот такая вот чахлая тайга. На что им проводник Ренклинг сказал, ну всё, мы спасены, появилась сосна, значит, где-нибудь неподалёку есть и якуты. Я действительно экспедиция в скорости встретила очень удивлённых якутов, которых, конечно же, накормили, напоили, обогрели и помогли добраться уже до центра. Ну вот, в общем, подумайте, какая была чёткая связь. Если появилась сосная лисница, значит, неподалёку и якуты где-нибудь тут обитают. Так что, вот, да, вот это вот якута на Колыме, вот из своего домика, на фоне такой природы. От скотоводческого прежнего уклада у якутов сохранилось только вот такой вот переезд, два раза в год, то есть вот зимнее жилище и переезд в летнее жилище, где находятся сенопосные угодья, где, собственно говоря, они заготавливали на зиму для скота своего сена, насколько это было возможно. И вот ещё иногда говорят, что скотоводы, они не понимают значения там земли, произрастающей растительности, но на самом деле это неправда. Также они прекрасно понимали и очень были заинтересованы в том, чтобы был хороший год, урожайный, чтобы много выросло растительности, чтобы было что-то заготовить. А вот летнее жилище, вот оно выглядит в покрытом виде. Вот мы тогда вам показывали его голый остов такой, из СРГ, поставленных по кругу. А вот так вот он выглядит, так сказать, в этом. Кстати, традиционное жилище, оно тоже отражает вот это строение микрокосмоса, потому что вот средним миром считалась вот эта часть на уровне СРГ до верхнего этого. А верхняя часть, это уже как бы верхний мир, видимый купол неба. Да, небо считалось, конечно же, куполом, оно такое вот, округлой формы. Вот так вот изнутри это все выглядело. Вот якутская семья сидит в такой вот у России летней. Главным праздником в календарном цикле якутов был СРГ. Ну не было, он и сейчас остается, так сказать, якутский Новый год. То есть на самом деле это день летнего солнцестояния, 22-е, ну ночь, или вот день, самый короткий в общем, самая короткая ночь, самый длинный день, с 21-го на 22-е июня, соответственно. К этому моменту якуты старались копить как можно больше молочной пищи, и, естественно, кумыса, ковыльевого молока сброженного. И собирались все вместе своими, ну изначально родами, семьями, в каких-либо местах. Устанавливали вот тоже опять-таки канавязи СРГ, и возле них, вокруг них вот и молодые березы, желательно с листьями устанавливали. И вот вокруг них собиралась вся, так сказать, община, и происходил пир, кумысопитие. Вот это, якутка с традиционной. Все это для кумыса, вот разливают кумыс, и, конечно же, все надевали свою лучшую одежду. А шапки чего? Шапки меховые, ну или бобровые, из каких-нибудь таких вот ценных мехов. И вот обратите внимание, сколько на них серебра, вот это вот серебряное, значит, украшение. По песням якутов считалось, что когда красавица танцует, с ней слышно, как шумят леса восточных склонов, как отвечают ей, значит, шум леса южных склонов. Ну, то есть, в общем, это, значит, чувство было нечто особенное, только с таким количеством. Полный убор мог достигать до 16 килограмм серебра, то есть до пуда, вот этого серебра на девушку одета. И, естественно, вот круговой танец Асохой, то есть по движению солнца, так сказать, потому что это, конечно же, главный праздник солнцепоклонников, потому что это и есть, собственно, такой праздник солнца. Следующий момент, это, конечно же, свадьба. Такой-то важный переходный обряд. Вот якутка в полном порядке, причем в якутской свадебной, конечно же, костюме невесты обязательно прилагается и лошадь, желательно белой масти, и тоже вот так вот украшенная, со специальным седлом женским, и тоже вот вся, так, причем, опять-таки, в идеале нужно так украсить лошадь, чтобы спереди только немножко голова виднилась, а сзади чуть-чуть хвост, а остальное, чтобы все было под украшениями. Ну, это вот так, по крайней мере, описывается такая формула волонгол. По приезду, кстати говоря, СРГ, конечно же, играет большую роль и в свадебном обряде. Во-первых, перед отправлением из своего дома родного невеста там объезжает вокруг канавязи по солнцу, потом, значит, приезжает к дому жениха, и там тоже, не только она, а вообще весь свадебный пояс совершает три раза объезд вокруг канавязи по солнцу, только после чего невеста спешивается и так далее. Вообще это все серьезно, потому что это переход в другой род, вообще называется смертным путем, то есть девушка умирает из своего рода и, так сказать, появляется в роду жениха. Потом она заходит в дом и приносит жертву к духу огня, то есть духу домашнего очага, чтобы он ее, так сказать, благословно принял в свою семью, то есть в этот род включил. А поскольку в это время, когда она покинула свой родной дом и еще не достигла, так сказать, дома жениха, она находится без защиты, то поэтому, конечно же, и нужно максимальное вот это количество украшений, которые, конечно же, являются оберегами. Никуты считали, что вот серебро и звон металла, оно очень неприятно своим духом их отгоняет. Вообще Никуты считали, что все, чего касается женщина, должно звенеть. И это было, кроме шуток, они приделывали к ложкам, поварешкам, даже к подушкам привязывали колокольчики, бубенчики и так далее. То есть когда они в своих песнях поют и проза, ну как голоса и постели, это не шутка. Когда они умудрялись спать, посадили на среди этих всех бубенчиков и колокольчиков. Вот, конечно же, каждая уважающая себя мать и хозяйка старалась для своей дочери собрать как можно более богатое преданное. То есть вот, как отмечали в XIX веке, что сколько бы серебряные монеты не выпускали, ее у Якута в обращении нет, потому что попадая в Якутам, все, она сразу же отправляется в переплавку на украшения. Более того, вот эти вот украшения серебряные на что-либо, на бумажные деньги купить было невозможно. То есть у Якута вообще на отрез отказывались. Только вот, но серебряное, желательно там повесу и так далее поменять. И то, не факт. Потому что старинные украшения, конечно же, ценились. Вот спереди, конечно же, украшения кюн, вы видите, и на спине кэлинка бельера. А спереди иногда бывают тоже украшения элинка бельера. Вообще, это вот тоже все такие оппозиции. Элин, это вообще-то восток, но и так же и перед. Это также оно связано с мужским началом, с солнцем, жизнью. А, естественно, запад, это, конечно же, луна, женское начало, смерть, холодно и так далее. Ничего хорошего. А вот как это выглядело на самом деле в цвете. То есть мы-то их представляем такие черно-белые. Но на самом деле они вот такие довольно яркие. Причем Якута любили локальные цвета. Мы очень любили пестрые ткани. Они любили, чтобы там красный, зеленый, синий. Ну, и, конечно же, парчу тоже оценили. Отвергали и так далее. То есть вот такие его шубы крытые. Вот невеста Якутка на лошади. Как раз-таки явно то ли прощается, то ли приезжает. Своими такими развлечениями. Вот. И тут вот мы... Да, еще забыла я сказать, что по приезду невесты сейчас устанавливали новую канавязь. Новая совершенно СРГ. Потому что это начало нового рода. И, кстати говоря, такое еще пожелание было для невесты, для чужой стороны священный березов став укоренись, для большого чужого рода опорой став станет священным столбом. То есть вот именно пожелание стать канавязью. С чем это связано? Вот на территории Северной Азии, вот наверху, вот первые три, это Монголия. Вот в первом ряде, вот я про правую, про левую картинку говорю. Самое крайнее это Китай. А все остальное, это вот женские изображения, такие в виде елочек, найденные на территории уже Якутии. Вот самая понятная картинка, это вот, наверное, вот это вот первое. Вот вы можете обратить внимание. Что она собой представляет? Вот это вот верхняя женщина, это бабушка. Вот от нее и отходит следующее поколение. Это ее дочь. А вот тут появляется уже новый ребенок. Три поколения. То есть вот дерево вот так вот связано, так сказать, генеалогически. То есть это графическая формула, выражающая генеалогическое дерево. Причем якуты свою род вели именно по женской линии, считали. Материнский род, он, так сказать, важнее, чем отцовский. Родственники со стороны матери, они более важны, более почетны. Как это ни странно казалось? А, с другой стороны, вот мы видим югакирское женское пифтографическое письмо. Тоже очень интересная вещь. Югакиры писали такие на бересте записки, причем если мужские были такие, совершенно реалистические, ну, насколько это возможно, фигуративные изображения, часто связанные с охотой, что, дескать, мы там пошли по реке вверх, или мы пошли по реке вниз и так далее. То есть это часто оставлялось для других охотников, если там отряд разделялся, кто там куда отправился, что поймал или не поймал, что видел там или не видел, каких животных. То есть там были конкретные указания. Но параллельно с этим существовало и вот такое вот электрографическое письмо, оно было женское, и использовалось только для любовных записок. Вот то, что мы сейчас с вами видим, это пример, так сказать, взаимной любви. Кстати, угадайте, которая вот из этих вот этих вот деревца, которые в домике находятся, это мужчина и женщина? Так вот, ну, кто-нибудь угадает, где женщина? Справа. Справа. Потому что, видите, вот там вот болтается эта косичка. По краям штучки это вот руки, две столбика же на самом деле ножки, туловище и так далее. Ну, в общем, с одной стороны, это, конечно, напрямую еще связано с любовной магией, с приворотами и так далее. Кстати, у якутов тоже были любовные привороты, которые делались именно на деревьях. То есть нужно было найти растения, то есть два дерева, которые растут сплетшись друг с другом, и вот там провести особый ритуал по привораживанию. И вот мне вот эти вот педагогрфические, честно говоря, письма, письмена и написания, изображения написанницах Якутии тоже напоминают по своей структуре Ксении, вот этот черный лед, Ксении Якутии на географическую работу. В принципе, основа данная. Ну, тут не могу не сказать про свою любимую, так сказать, про якутскую ювелирку. У якутов был даже тип серег, которые назывались Харыя. А вообще типов серег было множество. Там были и Гурдеха-торга, Ханха-торга, Села-торга и так далее. Но вот Харыя, это был очень странный тип сереги-ель. И опять-таки, он и по Ланхо про это говорится, что сереги ее с бренчащими восьми подвесками похожи на раскидистую, восьмилетвистую елочку. Восемь битвей, это что такое? Восемь битвей, это эпитет мирового древа. Ну, вы сами понимаете, что если по вертикали это три мира, то, значит, по горизонтали это восемь направлений. Ну, то есть четыре основных юг, север, восток, запад и, так сказать, промежуточные. И вот получается, соответственно, восемь битвей. Поэтому это тоже такой интересный момент. А с другой стороны, вот другой тип якутских серег, как и в принципе все остальные якутские типы серег, они все-таки до боли мне напоминают, вот, восходят явно к скифским каким-то золотым серегам. Но тут, конечно же, у нас реализм, поскольку это же греки делали такого типа украшения для скифов. Тут вот исходящее из искусства передней Азии поза оранты, и там конкретно видна богиня и в окружении зверей. Я так подозреваю, что вот якутский леровинный орнамент это, по сути, с одной стороны, конечно, изображение мирового древа, а с другой стороны, это также богиня созверяне, то есть владычица зверей. Что касается, так сказать, традиционных верований, существовали как шаманы, так и шаманки. И, что самое интересное, шаманки всегда считались сильнее, чем шаманы посилия. Они считались и более, так сказать, этими опасными, более, так сказать, дрочливыми. То есть, шаманы между собой часто враждовали, находились в кровной вражде. И, кстати говоря, в случае, если, например, шаман нужно было ему совершить камлание, но у него не было с собой его костюма, он мог одеться в женскую одежду. Или только в женской одежде, так сказать, провести обряд. Это вполне допускалось. Вот, например, шаманка, и тоже тут у нее проводится обряд, и установлены тоже маленькие СРД, что характерно. И существовали также вот и шаманские деревья, на которых, вон там видны, видны череп жертвенного животного, то есть там кого-то явно приносили жертву. Вообще, часто деревья с светловидной кроной или там с какими-то такими повреждениями тоже считали, с шаманскими деревьями. И еще также считалось, что души шаманов, они вырастают, не поступают не из верхнего мира, как у других людей, а они вырастают, то есть в подземном мире тоже растет железные деревья, железные там ели, на которых, на каждых ветках находятся такие гнезда, в которых вот как раз-таки вырастают души шаманов. И чем выше на этом дереве находится, тем сильнее будет шаман. И вот такая существовала, так сказать, негласная иерархия. Как-то они про друг друга знали, кто там на какой ветке находится. Как-то детей, которые выбирали для того, чтобы они были шаманами. Нет. Чтобы стать шаманом, тут нужно несколько, так сказать, факторов. Во-первых, у тебя в роду должен быть шаман. Во-вторых, конечно, нужна, видимо, природная, так сказать, талант, склонность. Обычно он либо рано действительно проявляется, либо можно заболеть. Но вообще, шаманство – это же болезнь. То есть это шаманская болезнь, и ничего там хорошего нет, потому что за каждую крупную кость человека в его роду умирает один родственник родный. То есть, по сути, у шаманов было очень мало родственников, я так понимаю, потому что там за каждую крупную кость в его теле духи забирают в жертву у одного из его родственников. Плюс он сам страшно болеет, страдает, может быть, даже там лежать несколько лет, прежде чем у него произойдет становление, и он переродится, то есть умрет как человек и возродится как шаман. По представлению якутов, шаман – это вообще-то уже не человек, это так, вместилище для этих духов. Часто говорят, часто довольно-таки злых. Плюс там у них всякие интересные штуки проходили. Они могли быть шаманами превращенного пола, то есть, там входили легенды, что и мужчины-шаманы могли рожать. В общем, все сложно, это не люди, так что к ним уже нормальные, так сказать, наши представления не относятся. Ну вот, значит, что я хотела сказать про Пантелон Божеств. Конечно же, там представлены как у кочевниковского, того-то, ну, представляете, публика в основном, так сказать, мужская. Это Юрюнг Артайон, Творец Мира, Юрюнг Айтайон, Воплощение Солнца, Сюгетайон, то есть, этот бог Крома и Молнии, бог Грозы, там, Юрюнг Хан, Юрюнг и так далее. Но вот есть и богиня, богать богиня Велитая, как при ней говорят, госпожа сама по себе, Айсут, богиня, которая отвечает за любовь и плодородие, то есть, собственно говоря, за рождение детей. Она подательница душ детей, душу. Вот здесь вот конкретно обряд проводы Айсут, явно родилась девочка. Почему я это думаю? Потому что вон внутри маленького росы лежат ножницы. Ножницы это в виде ножниц приносится душа девочки, в виде стрелы приносится душа мальчика. То есть, Айсут приходит в дом, когда женщина рожает и в течение трех дней там находится. В доме ее место над кроватью хозяев. Ну, поскольку, как вы сами понимаете, это же богиня любви, вечеродородия. Она, значит, приносит, она подательница душ детей и покровительница рожениц. После того, в то время, как три дня она находится в доме, нельзя ругаться, нельзя вообще громко говорить. Нужно, наоборот, как можно стараться либо тихо себя вести, либо под конец проводятся проводы Айсут на третий день. Собираются женщины, всех мужчин из дома выгоняют. И вот женщины делают вот такую вот, из бересты вырезают фигурки лошадей. если мальчик родился, то это, значит, будет всадник на лошади, если девочка, то, значит, кобыла. И вот такая вот модель у росы, обязательно Сергея, солнце, луна, и вот это вот изображение либо ножниц, либо стрелы, после чего женщины там вместе собираются, мажут лица маслом, смеются, угощаются, и под конец это все вот присутствующая там одна женщина должна выстрелить в это вот изображение у росы, после чего это все сжигается. То есть вот такой вот маленький бескровный обряд шертвоприношения богини. И вот еще вот изображение этого Аулукмас. Почему это тоже связано с этой, ну, уже не с этой богиней. Есть еще вторая великая тоже богиня Аналавчинхотун. Она богиня вообще земли. Богиня, живущая в древе Аулукмас. Соответственно, ну, это, так сказать, это глобальное, но, в принципе, у каждой местности есть свой дух, есть своя дух хозяйка часто. Это часто, как, чаще всего какое-нибудь дерево старинное, большое, растущее неподалеку или на каком-нибудь возвышении от жилища и кутер. В нему, значит, приносят, привязывают ленточки, оставляют какие-то подношения, поскольку она такая богиня-хранительница. На своей, так сказать, земле, когда человек находится, она его оберегает. И, кстати, даже может наказать злых людей, находящихся там с каким-нибудь недобрым умыслом. Но, когда человек уезжает, покидает, так сказать, свое родное место, конечно же, она уже защитить не может. То есть, в этом плане она не такое сильное божество. Ну, вот мы видим сейчас современное, так сказать, состояние вопроса. Это в этом году вот такая уже современная уроса устанавливается, ну, и проходят народные гуляния. Сейчас, конечно же, просторы раздули. Если вот у старинных все-таки довольно строгие формы у коновязей, то сейчас вот вырезают и орлов, и чуроны, и кто во что гораздо. Ну, вот, кстати говоря, вот это вот с четырьмя коньками, смотрящими на разные стороны света, это вот действительно, вот справа, это старинная действительно коновязь, а это вот то, что современная интерпретация. Эта интерпретация очень популярна. Вы видели, что даже у Ксении Кутрины мы можем найти такие формы в ее океях. Вот в местности, где постоянно проходит сейчас городской эсэх города Якутска, установили вот такую здоровенную железную коновязь, и народ теперь, смотрите, что он делает, они приходят к нему, так сказать, прикладываются, вот так вот прижимаются. И поскольку это не шутки, обратите меня, никакая очередь желающих обняться с этой коновязью. То есть вот у нас на глазах появляется новый обряд. Такого, конечно же, не было, но вот нечто новое. Вот еще такой интересный тип, то, что вот слева, обратите внимание, это изначально их называли серге кыргыз уэды, то есть времени между усобицы и резни. Почему? Потому что вот на эти, вот я так понимаю, рога, изначально они были небольшие, такого человеческого размера, то есть просто не привязывая лошадь, набрасывали повод, это для того, чтобы, если какая-то опасность, можно было сразу выскочить, схватить лошадь там, не отвязывая ее, и быстро ускакать. То есть такая вот техника безопасности. Ну и эта форма полюбилась, и теперь ее он активно использует. Ну и, конечно же, это тоже отсылка, особенно справа, каалу-кмаз, то есть к этому мировому древу. И опять-таки мы видим, что и у Ксении Кудрина не осталась равнодушной к этому, к такому типу. Вот, до сих пор, вот это вот оладьи, которые кто-то принес там в отношении СРГ. То есть тут все, так сказать, остается. Поскольку СРГ тоже может воплощать в себе вот это аулук-маз, то значит, в нем тоже может жить вот это вот аналак-ченхатун, то есть вот госпожа, так сказать, хозяйка местности. Вот такие вот комплексы из СРГ. Ну это уже современное, конечно, творчество. Такое вот стоит во дворе Краиллического музея в Якутске. Там же вот тоже такое вот, то есть с одной стороны это типичная СРГ в эпохе междуусобицы, так сказать, новоколития, но вот тут они его оживили такими веселыми зелеными листочками, то есть однозначно такой символ. Это, так сказать, то, что сейчас происходит в городе Якутске. Если вы туда приезжаете, а приезжаете вы туда, естественно, только на самолете прилетаете, то первое, что вы увидите из аэропорта, и увидите вот такое СРГ, которое там установлено. Более того, вы просто по городу, если ходите, то эта форма повторяется с такой вот с навязчивой просто постоянностью. Она там стала у нас вот и светильником. Такие вот призрачные СРГ металлические стоят на площади Ленина в самом центре города. Потом, значит, открылся недавно мемориал в честь икутян-участника Великой Отечественной войны, и на подходе тоже вот устанавливали вот такой вот явно тоже канавязные столбы, но с колоколом посередине, и вот такие вот гранитные. Я считаю, что это, в принципе, действительно правильно, потому что в старину на кладбищах тоже устанавливали СРГ, и это было, так сказать, последнее СРГ, которое человека сопровождало всю жизнь. Вот от рождения, оно его сопровождало естественно и до смерти. Это был такой очень мощный, благопожелательный такой оберег. и действительно, и вот сейчас вы можете видеть на кладбищах тоже оградки часто используют в виде вот таких вот СРГ. И это, в принципе, действительно правильно, это очень древняя традиция, и восходит она, естественно, к этим тюркским каменным стеллам, изваяниям, которые устанавливались еще на кругах грибальных. Ну, и якуты, конечно, были вынуждены этим заменить более дешевым материалом и более доступным деревянным. Ну, а теперь немножко уже про массовую культуру. Конечно же, великая богиня, она повсюду. Теперь это такой очень легко читаемый символ, поэтому ее активно используют. Вот она повсюду, во всех этих торговых центрах, магазинах. Видите, великая богиня, которая находится в дереве. и, извините, так сказать, обнимает весь мир. Еще новое, так сказать, направление, это украшение из бересты. Это тоже вот какое-то вот имеет отношение явно и к этому поклонению деревьям, и вот почему-то серебро можно, оказывается, заменить берестой. Якобы где-то находили какие-то украшения в погребениях такие. Я такого, честно говоря, никогда не видела, чтобы были действительно в старину использовали. Все-таки в старину это было сакральным материалом, это все-таки серебро. Но, конечно же, береста гораздо дешевле, поэтому почему бы нет. И активно сейчас вот используют. И старый лад носит на этот национальный праздник и одевает вот такие вот украшения из бересты. Когда я сказала, что сделаю еще и обзор канавязи СРГ в искусстве, я, конечно же, погорячилась. Поэтому я вам просто покажу очень кратко и очень небольшую выборочку их произведений, потому что это бездесущий символ. Просто повсюю он. Куда там ни ткни, повсюду эти канавязи СРГ. Вот, например, неизвестный мастер 19 века, папа мамонтовой кости. Очень тогда это были востребованы такие штуки. Вот опять-таки реконструкция этого традиционного праздника СРГ. а тут все компоненты народ, уроса, обязательно СРГ, кумы с рекой. В общем, все, что нужно. Вот очень ранняя, кстати говоря, композиция 47-го года якутка у канавязи. У канавязи или даже. Там, на самом деле, три канавязи. Там, конечно же, чурон, сидит орел, опять-таки, священная птица якутов, посвященная Юрюнкаидаену, то есть, собственно говоря, солнцу. И, конечно же, якутка сама с лошадью. Конечно же, якутские графики очень любили изображать древо жизни. Это такой символ, конечно же, всеобъемлющий. И даже в 67-м году, как вы видите, он прекрасно объяснял мировоззрение якутов. А куда он знал, что будет путь? А вот, знал. Ну, вот такие вот изображения кость. Конечно же, мы видим канавязь, лошадь и так далее. Все, что нужно, деревья, женщина, кумысо. Вот невеста. Опять-таки, меня радует изображение маленьких елочек, конечно же, и ведущие поспешающие женихи. Если счастье, так обязательно, значит, мазонна с младенцем будет сидеть на фоне деревьев. Но это, конечно же, опять-таки, картина, изображающая весь наш средний мир, так сказать, грешник. Материан Васильев, конечно же, вдохновлялся шагалом, но без канавязи это никак и без лошади. Без злой, обязательно, они тут присутствуют. У Семена Парникова, у канавязи сама лошадь состоит как бы из трав растений. Кстати говоря, богиня Айсит, когда спускается в наш грешный мир, часто принимает вид кобылицы. Ну, или свой, так сказать, естественный вид богатой госпожи, как ведь, широко рассевшиеся, богатые дорожные одежды, ну, тоже, но реже, так сказать. Вот такое вот утро, опять-таки, все, что нужно, и тут, и тебе, и Сергея, дерево, и женщина, то есть, понимаете, это такой навязчивый, совершенно навязчивый стереотип, более практический символ. У Марии Рахлеевой это в более такой сглаженной форме, но тоже, конечно же, юноша с девушкой, практически Адам и Ела под деревом. Ну, и опять-таки, дерево, девушка, лошадь, красота. Офанасий Осипов, это вот огромная фреска, украшающая музыкальный театр, эсэх культуры, причем, там, если приглядываться, то, в принципе, все деятели культуры антипортретные, на какие-то 70-е, по-моему, годы, когда-то фреска творилась, там, в принципе, всех можно узнать, по именам написать, но в центре все равно вот Сергея, все равно женщина с Чуроном, все равно, значит, девушки, лошади, в общем, всяческая благодать. Вот Мунхалов, Каневода в Якутии, такая, практически, почти абстрактная композиция, но Сергея и, конечно же, Чурон, кубок для кумыса посередине. Вот у Барникова такая вот изгородь, он активно работает именно со старинными предметами, вот такие вот лошадки, они резались на рукоятков ковшей для развития кумыса, то есть он прям берет вот, тупо, их обнографически вырисовывает, а потом вот так вот компонует. Кирилла Гаврильева, Алгысы, то есть благодарственное песнопение, благословение, и тоже Святое семейство, и, конечно же, лошадь, и короля Сидерина, что же еще может быть. Уру, Сардан Ивановой, ночь, ну, да, видео такое лошади звездное, и, конечно же, три мира мы видим, подземный наш, подлунный, так сказать, и верхний. Вот у Яры Шапошниковой, дом Амагоя. Амагоя, это такой легендарный предок якутов, и вот тоже трехярусная, так сказать, вселенная, тут все есть, лошади, коровы, девушка, канавясть, естественно, и дерево. Мурхалов, лошадки моего детства, такая дверь, открытая, балагана, причем, видите, вот это, кстати говоря, реалии отражает, потому что у балагана стены находятся под углом, и поэтому двери будут вот так вот, да, или со стороны смотреть под таким вот определенным наклоном. Еще интересный момент, что зайти в дом, по-якутски, это спуститься вниз, то есть, глагол, то есть, зайти, или, соответственно, выйти, это либо спуститься вниз, либо подняться наверх. И то же самое, что характерно касается и приезда в город. До сих пор тот же самый глагол используется, то есть, если в город, то значит, спуститься вниз, а если из города уехать, то значит, подняться вверх. Такое вот это. Ну, тоже, кстати, отражает реалию, потому что город-то находится в долине. А, почему спуститься вниз? Потому что заглубляли земляной пол, поскольку пола-то не было, но снимали верхний дерновой слой, обнажали глинистую подложку, чтобы вот пыли не было, грязь не поднималась, а был такой гладкий гоняный пол. И поэтому, да, спуститься и подняться. Вот такие вот керамические панфолы. Тут, конечно же, тоже и слоистая вселенная, и дерево, все, что полагается. Но это вот вообще уже в лоб, просто в этот калаш использовал тут. Вот канавязь, дерево, девушка. Ну вот, спасибо за внимание. Краткий такой обзор настоящего состояния этого вопроса. Спасибо.